Молитесь, Игнать Тихий. Без истления Бога, Слова, Рожешую Исущую, Богородицу Тя велещаем. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса из мертвых Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых. Помилуй, и спаси нас, яко благоиси человека любец. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешному. Создай у меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не колиши благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзну, уста мои недостойные. Восхвалю имя Твое, Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесную, Тешкиной, Души Истинной, И живи везде, Сынь, и вся исполняет сокровища благих и жизнеподателей. Прийди и вселись в них, и очисти меня от всяких скверных, и спаси блажьи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети Иссы, и немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, помилуй нас. Иссы, и на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем вас звуком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое есть царство, силы и слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, приемки сильные. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и к Его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. А сна во сна, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, и ко мне героя Твоя благость и долготерпение не променялся на меня лениво и грешно, не погубил меня с обеззакониями моими, но человеколюбцов Иси обычно. И в ничиане лежащего возвиг мне виси, в Бояже утрите, словословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети, Мои очи мысленные, отверзи Мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Те во исповедание сердечным, воспевайте все святое имя Твоего Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему, приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Семнадцатый псалом. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыни моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, урок спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа, и от врагов мои спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте я призвал Господа и к Богу моему возвал. И вон услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и сколебала земля, дрогнули и подвиглись с основания гор, ибо разгнился Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Надо было да нажать. Ага. Да надо было нажать. Нажмите да. Она не даст вам включить. Потряслась. Считается добровольно, я согласился. Да. Потряслась и сколебала земля, дрогнули и подвиглись с основания гор, ибо разнился Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, в тени вокруг себя мрак вод, облаках воздушных. От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза твоего, Господи, от дуновения духа гнева твоего. Он простел руку с высоты, и взял меня, и излег меня из вот многих. Избавил меня от врага моего, сильного, и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня, в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я охранил пути Господни, и не был нечестивым перед Богом моим. Ибо все заповеди передо мною, и от уставов твоих его я не отступал. Я был непорочен перед ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами его. С милостивым ты поступаешь, милостиво, с мужем искренним, искренне, с чистым, чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надмены унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог не порочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устраивает мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо ты припоясал меня силою для войны и не зложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, как Господу, но он не мнемлет им. Я рассеиваю их, как прах по лицам ветра, как уличную грязь попирая их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставь меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слухам не повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют передо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благоценен защитник мой. Да будет превознесен Бог спасения моего. Бог, мстящий за меня и покорящий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить тебя, Господи, между наплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость по мазаньку Твоему Давиду и потомству его вовеки. Слава Твою Сыну и Святому Духу ныне и пресной, вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Тебе, Сыну и Святому Духу ныне и пресной, вовеки веков. Аминь. Аминь. Много милостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебе, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и не изречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, не верующий всего. И милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг подо мною, не поколеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не стеблю их. Поражаю их, и они не могут встать. Падаю под ноги мои, ибо Ты припоясал меня силою для войны и не зложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего. По Господу, но он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах, перед лицом ветра, как уличную грязь, попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху о мне, повинуются мне. Иноплеменники ласкатистуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещат в употреблениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог в спасение моего. Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. За то буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имя Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость по мазаньку Твоему, Давиду и потомству Ему во веки. Брат Владимир, молись. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по своему галюбису шел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и не излечены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел домеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но эта вера да будет прыщей всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я это причастникам славы Твей Вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что уторт мне от Твоих руки ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери Моей. Спадал меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда от Своей тайны грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающим. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, вековеков. Аминь. 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 Святой Ангел, поставь мне охранить мою бедную душу в несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за него сдержание мое. Не дай возможности взлома демону, починить мне себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель, Покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не продвинуть Бога никаким грехов. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил мне страхи в своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгонит мне смиренно у несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удались со скверной, лукавой и хульной помыслой из закаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси плавя моих страстей, ибо я убогу несчастья. Избавь меня от мегипагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и плечи, что имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия Надежда, Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована, Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, як родилась и Христа спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила из чеснага жертворящего Креста Господня, не остави над грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твоей, победу нас сопротивные дару и Твоей сохраняя Крестом Твоим жительство. Спасибо, Господи, помил отца моего духовного, родителей и сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Навума, Кирилла, Амросия, Владимир, Владимир, Андрей, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона и весь священнический и нащельский чин и высшие ищи служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и, наверное, да еще священникам, если угодно тебе, смири власти и воинств твоих, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, дабы было и уделять нуждающимся оснестерцам Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Сохрани нас в тей день от всякого рода зла и греха и посильных искушений. Защити нас, Владыка, здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Серапима и Владимира, брати, слави Людмилу, Живоку Владимира, Алексея и Иосифа. Пришли добрые жители, знающих и любящих закон твой и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту Чадович, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Лептину. Ложи каждому в сердце и подвигни на проповедь. Найди новые души, Василий и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Евгения, Романа, Анастасию, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езру, Русика. Тимура, брати, Господи, Боже наш. И смири, Господи, гордость врагов, не дай им желаемого злодеяния их. И в судный день не помяни их безумия, уменьши их сердца. Благодарю Тебя, Господи, за тишину, дарованную Тобою. Посети благодетелей наших, поздаем добром здесь и в вечности. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Юрию, Главу, Надежду. Найди отступников, дай им погибнуть. Михаила, Николая, Александра, Юлию и Максима, благослови. И от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И все наше родство и дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Инину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раиса, Льва, Виктора. Посети болящих, дай силу перенести страдания, уповая на тебя. Пошли мы в исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Надежду, Валентину, Валентину, Анну, Александру, Марии, Виктора. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава тебе. Хвала тебе, наш Иисус. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизни вечной, отошедшей от жизни сей. Ибо нет человека, который живя на земле и грешил бы. Родители, сродники, благодетели всех православных христиан, и сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Абва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках, благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов на каноны церкви, на истину. Воздай вечности всем трудившимся над моей душой Марии, Степана, Александра, Михаила, Анну. Благослови их в вечности. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснадева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас. Господи, воздай добром всем помогавшим нам путешествия. Благослови Николая и Виктора, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Владимира, Владимира, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога мне грешен. Благодарю Тебя, мой Ангел. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, заступник мой, не покинешь смертный счастье, когда душа будет разрушаться от тела, проведи душу мою помытарством и введев навеки вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, житель бедности. Имея пропитание и одежды, быть благосчестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару живешь, Сергей говорил. Святитель Христов Никола, великий священотворец, моли Бога о Насте. Маленький Бога на святые пророки Божии Илья, Иерусей, Инох, Моисея, Самуил, Аарон, Иоу, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Едзо, Неми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варуха, Зеки, Иосия, Иося, Илья, Гей, Сапония, Захария, Малагия, Давид, Афан, Даня, Ивотрахи, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, Дабы день прихода Твоя наша отшествия Не заставность никакого мель, Но чтобы Вышли на встречу Тебе С горящими святинниками Истинной веры И сосудами Полными И добрых дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые ангелы Архангелы Сурубимы Серапимы Небесной силы Всего стоящих Пред престолом Божиим Аллилуйя Молите Бога О нас Святые мученики Мученицы Игнатий Богоносец Поликарм Смирский Иустин Философ Космай Дамьян Андрей Тротеват Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкерский Анпиль Некомедийский Георгий Победоносец Пантелеимон Сорок святых Мучеников Царь Николай Ситут Царское семейство Владимир Винамин Иосиф Борис И Глеб Да укрепит Господь Народ свой Дабы Никто Не отрекся И не принял Насчертания Зверя Антихриста Анфима Вениамин Идар Верную Саши Родителей Заложенное Воспитание Молите Бога На святые Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Ватауст Афанасий 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 Господи 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 Помилуй Да Да Будет Благословен Этот День Во всем Лучи Назверясь Эти Блини Ища Своего Найди Еще Новые Души Аллилуйя Исправь Непокорилась Галина Из семейства Ее Евгения Надежда Светлана Мария Иоанна Людмила И Нас Помилуй Милости Твоей Ради Всех Предстоящих Пред Тобой И убиваемых Детей Твоих Прими Их В обители Вечные И Дал Силы Все Перенести Доверяясь Тебе Христе Боже Наш И Прими Нашу Молитву Воздияния Рух Как Жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи И Соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И На земле Господи Прими И 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 Аминь, доброе утро всем. Аминь, доброе утро. 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 Аминь. Аминь, доброе утро. Аминь, доброе утро. Аминь, доброе утро. Аминь. Бог открыл это духом своим. Ибо дух все проницает. И глубины. Аминь, доброе утро. Аминь. Нет, мне не верится. Что мы воспоминания. О жизни. Аминь, доброе утро. Аминь, доброе утро. Не может быть. Аминь. 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 Христос принимает крещение от Иоанна. Он ведь был безгрешным. Отвечает Игнать Тихонович Лавкин. Что об этом говорит Библия? Притчи 2 глава 9 стих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стыдзю. Матфея 3 глава 15 стих. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Крещение Христа было явлением его народу. Чтобы не представлять Спасителя людям, не валить его за руку по дворам, нужна была личная встреча народу, чтобы воочию могли узреть искупители. Иоанн подготавлял народ, собирая его на Иордане. Крещение Христу не нужно было совершенно. Евангелие от Марка 1 глава 4 стих. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Исполнить правду, показать, что очищение жертвами закончилось, пришел истинный агнец Божий. Об этом и говорит при Ордане Иоанн Креститель. В 1 главе 29 стихе Евангелие от Иоанна сказано. На другой день видите Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос дал пример, чтобы все шли к святым водам крещения для освобождения от грехов и смерти. Петр апостол прямо призывает к прощению грехов через крещение, которое утверждено от Всевышнего. Негодиянии, 2 глава 38 стих и 22 16 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Книга «Открытым оком», тема «Христос, Бог», вопрос 48, том 1. Иисус, когда был ребенком, был ли всезнающий, всеведущий, как Бог, или Он рос и исполнялся при мудрости? Как в познании и всеведении соотносятся человечество и Божество Христа? Включает Игнат Тихон Челаткин. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. И одно другое не подавляло. Как человек Он имел такую же бессмертную, только безгрешную душу, ограниченную пространством и временем. Книга «Откровение» 15 глава 4 стих. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Как Бог Он был одновременно и во чреве Девы Марии, и в аду, и на небе. «Говорить о том соотношении человечества и Божества никто не может, ибо это тайно принадлежит Богу». Послание Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Послание Кремлянам 11 глава 34 стих. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» «Будучи ребенком, как Бог Он был всезнающий и всюду, а как человек-ребенок, Он возрастал в премудрости». Рядом с вагоном бегут провода римской дороги столбы. Стонут от ветра, как будто тогда здесь умирали рабы. На римских дорогах рабов распинали, им крест эшафотом служил. Но умер Христос, и над нами то знамя, в нем знак вечной жизни ожил. Но только не образом раз рабских терзаний, но жертвенной высшей любви, пропитанные кровью, омытые слезами, на нем распинали равви. С тех пор этот крест на крещеном младенце, хранитель досмертной доски. Крылатое слово на ризах священства, как знак неземной красоты. Стоит над могилою чудной звездою, маяк живоносный во мгле. Он высшей любви нас пленил красотою, спасительный занак на земле. В тяжелые дни этот крест испытания, решеткой вмурован он в свет на окне. Допросы из терна и из лжи обещания крестом распинались на мне. К двенадцати подходит на часах, все взвешено на божьих весах. И ни минуты время не продлится, земля загорит и снова обновится. Игнатий Лапкин, тюрьма, 1980 год. Игнатий Лапкин, тюрьма, 1980 год. Книга «Открытым оком». Тема «Христос – Бог». Вопрос сорок девятый. Почему Христос крестился... Так, давайте запись не включим, простите. Сергей, эта Лапка называется «Христос – истинный Бог и истинный человек», полностью засчитывая Его. В первом томе это 400 вопросов. Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос сорок девятый. Почему Христос крестился в тридцать лет, а нас крестят маленькими детьми? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «В крещении омываются грехи человека». Книга «Деяние», 22 глава, 16 стих. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Книга «Деяния», 2 глава, 38 стих. «Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». «Дети рождаются во грехе». Псалом 50, 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». «Христос был единственный безгрешный человек, потому Он и не рисковал умереть в грехе». Откровение, 15 глава, 4 стих. «Ибо ты един свят». В первоапостольской церкви крестились в зрелом возрасте. Так Иоанн Златоуст крестился в 22 года. Хотя мать его, Анфуса, была глубоко верующая. Царь Константин отлагал свое крещение до смертного часа, так как тогда верили, что грехи, совершенные после крещения, очень и очень трудно прощаются Богом. Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 50. «Верующие часто говорят, если Бог даст, если Богу будет угодно, в самых бытовых ситуациях, где все, казалось бы, зависит только от воли человека, где кончается воля Божия и начинается воля человека». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин «Все, что у нас есть, нам не принадлежит». Римлянам 11 глава 36 стих «Ибо все из Него им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Послание Иакова 4 глава 13 стих «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие и зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». На каждое дело надо просить благословения Божие и очень стараться выполнить то, что ты пожелал, если оно доброе, добавляя, да будет воля твоя. Если что-то не получается, нужно найти причину и помолиться, угодно ли это дело Богу. «Простые, обыденные дела, привычные и проверенные, ежедневно необходимые, они и не требуют исследования. Но и это все без его воли может не совершиться. Поэтому за все благодарите». Иногда ничего не делания, когда люди пасуют и отступают перед малейшим препятствием, пытаются приписать вмешательство Бога, не ища тому никакого подтверждения. «Описываются случаи жизни апостола Павла, на которые нет толкования, но это было. Он не сидел на месте, предпринимал попытку за попыткой, и тогда Бог дает откровение». Книга Деяний, 16 глава, 6 по 9 стихи. «Пройдя через Фаегию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Ефинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, пошли они в Трааду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Обычно к любому мероприятию нужно предварительно подготовиться, ответив на четыре вопроса. «Первое. Чего я ищу этим временного или вечного, земного или небесного? Что об этом говорит Библия? Что об этом говорит моя совесть? Не принесу ли я этим делом соблазна? При положительном раскладе можешь приступать, благословясь». «Бог, как он величествен, велик! Цветут сады, окресты птиц органам, посева зелень пожелтела вмиг, составились вдруг лысые кураганы. Не перечислить радуги тонов, не переслушать переливы звуков. Нам наяву мозаика из снов рождения, умиранья муки. Разнообразия бесчисленны в подвидах, в различных инфра-ультраполосах. Пять чувств во мне, старательные гиды под любознательностью, чтоб я не зачах. Художники, писатели и пахарь все ищут на вину, где ковырнуть, блеснуть открытием, и люди будут ахать, душа и ум обмыты в парную. Неведенье сдирают в хирургии, послеповато пробуя мой стих. «Я не умру, за мной придут другие, мой подвиг жизни перельется в них». Породу и подобию в природе так повелел создатель из начала. Похоже, почти, такое вроде. То прокукукает, а тут вдруг промычало. Разнообразны мы, по образу владыки, таланты блещу добираниями алмаза. У каждого по-разному. Вези навоз, арыки, вокруг смоковницы, порезы, все замазать. И в каждом звуке цвете по семерке. Во времени беременности, в духе, но дьявол косоглазит в демоне и в черте. Слона раздуть клопа, безбожья муху. Он ломится создать разнообразие в грехе, но тускл и монотонен грех. Различия в партиях, одной он мажет мазью, фашисты, коммунисты, злобный брех. Господь, дай им хоть каплю мази, содрать с безумства пленку, как катаракты, они рабы. Зей, змей, семиглавый, князь их. Их идеал в желудочно-кишечном тракте. 21 мая 2001 год, Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ни предыдущие слова, ни последующие не дают даже намека на такой вывод, какой они делали. О вратах, лестнице, ручке единственное, что прямо в образе соответствовало ей, это ковчег, в котором были скрижали завета. И этого вполне достаточно, чтобы ей оказывать честь, как преблагословенной преснодеве, цвету благоуханному и причудному. Бог отрицает неправду, даже если ты ею пытаешься защитить Бога и возвысить Его. Книга Иова, 13 глава, 8 стих. Надвижало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? О безболезненном рождении Христа в Библии нет ни слова, просто мы в это должны верить и ничего не придумывать. А того, кто не верит, его не убедят никакие ложные доводы, и без этой веры он может спастись. Безболезненное рождение Христа, Девой, это не догмат. Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 640, толп 2. Евангелие от Матфея, 22 глава, 32 стих. Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Объясните, пожалуйста. Отвечает Игнарий Тихонович Лапкин. Приступившие ко Христу Саддукеи, как современные адвентисты и яговисты, не признавали наличие души у человека. Умер человек, на могиле вырос лопух и все. А доказывать по Библии им, что человек имеет бессмертную душу, не так просто. Потому что Саддукеи признавали только пять книг из всей Библии. Пятикнижье Моисея, это тоже напоминает сегодняшних сектантов, не принимающих неканонические книги. Приучитесь всегда исходить из того, что есть в наличии и не претендовать на большее. Вот по этим-то пяти книгам, признаваемым оппонентами, Христос и доказал им, что у человека есть душа, а они не верят ни в Бога, ни в Библию. И все это доказательство взято из одной фразы. Давайте проиграем заново эту картину. Пришел не один еретик, но несколько. Саддукеи. Они заранее предвкушали свою победу, у них были свои способы доказательств, которым их учили в их семинариях и академиях, как войти в водную часть и как подвести к кризу противника. Конечно же, в руках у них была Тора, как у сектантов всегда с собой Библия. Это вам не православные типиконщики и акафистники. Покажите, где написано, что у человека есть душа. И это похвально, что они обращаются к Библии и ищут, як написано. Христос спрашивает их, вы признаете книгу исход? Конечно. Тогда откройте третью главу. Книга исход, третья глава, шестой стих. И сказал ему, я бог отца твоего, бог Авраама, бог Исаака и бог Иакова. Ну и что, где тут сказано про душу? И Господь начинает этих академистов пересаживать в первый класс, учит разбираться во временных формах глаголов, значит, грамота все-таки нужна. Медленно по слогам читается, я есмь, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова. Хорошо считает. Когда бог разговаривал с Моисеем, сколько лет прошло после смерти Авраама и Исаака и Иакова? У котла четырехсот. Значит, бог должен сказать, я был богом этих правцев четыреста лет назад. Но однако Иакова говорит не так, но я есмь, то есть являюсь богом их сегодня, сейчас. Значит, в момент разговора с Моисеем эти святые отцы были живы, не умерли. Представьте выражение растерянности и потерянности на лицах этих знатоков Торы. И Христос подводит этому уроку черту. Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. То, что они не знают Писания, это и они поняли. Но при чем здесь сила Божия? А вот здесь-то и нужно перешагнуть через обычное представление, свой опыт, потому что, Евангелие от Матфея, 3.9. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. У Бога есть сила после смерти внешнего человека сохранить душу. Бог силен воскресить истлевшее и ставшее как бы ничем. Этой силы еретики не знают, и они ограничивают его своим скудаумием. Книга «Открытым окон». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 643, том 2. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Но ведь Илья был вознесен на небо до Христа», отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Илья был вознесен, но неизвестно на какое небо, только ясно, что не на то, откуда пришел Христос. И второе «Илья не взошел сам, а был взят». И третье «Илья еще не умер и должен сойти с неба и быть убитым, а Христос вознесся в прославленном теле, нетленном, вечном». «Илья еще не умер и не умер и не умер и не умер». Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Том 2. Вопрос 645. Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. А около девятого часа воззапил Иисус громким голосом. «Или, Или, лама совахвани». То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил». «Как толкуют это место святые отцы», отвечает Игнат Тихонович Лапкин. «Христос взял на себя грехи всего мира и умирал, как самый великий грешник». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это вопль богооставленности. Мы можем об этом только рассуждать, но не понять, не объяснить никто не сможет. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Послание евреям, 5 глава, 7 стих. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение». Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», том 2, вопрос 646. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. «Истина, истина, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». «Почему Христос говорит во множественном числе о себе?» Отвечает Игнат Тихонич Лапкин. «Потому что Он един во Святой Троице». Книга «Бытие», 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». 1 послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», том 2, вопрос, 677. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог любит всех людей, какие бы они ни были, или только приходящих к Нему. Отвечает Игнать Тихонич Лапкин. Премудрость Соломона, 7 глава, 28 стих. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Псалом 49, 16 по 23 стихи. «Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. «Ты это сделал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Сектанты придумали для утешения себя, что Бог любит грешника, но ненавидит живущий в нем грех. Это их понимание неверно, потому что грех не живет вне человека. И творимый человеком грех олицетворяет его. И согласно этого греха, Бог применяет имя человеку. Предатель, блудник, беззмеи, жеребец. Бог любит грешника кающегося, оставляющего свой грех. А грешников ненавидит и истребляет их. Псалом 5, 5-6 стих. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 10, 5 стих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Книга «Открытым окон». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 901, том 3. «Почему Бог показался Моисею именно со спины и зачем?» Отвечает Игнать Тихонович Лапкин. Книга «Исход». 33 глава с 20 по 23 стихи. «И потом сказал Он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». «И сказал Господь, «Вот место у Меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава Моя, я поставлю Тебя в расселенье скалы и покрою Тебя рукой Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, Ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо Тебе». Никаких других объяснений Библия нам не дает, и мы должны это принять и хорошо запомнить, и не пытаться переходить через эту грань, чтобы остаться в живых. Сознание того, что явление Бога означает смерть, выход души из тела, было очень прочным у идеев. Об этом говорит не только «Маной, отец Самсона, не может остаться жив, имеет смысл не выйти из тела, потому что в Бог есть дух, а человек состоит из тела и души. В вечности все будет иначе. Бог будет храмом, а ныне Он называет нас храмом». Сзади, чтобы человек и не пытался делать какое-либо изображение. Все явления Бога являются всего лишь образами, а не действительностью, ибо Бог не ограничен никаким пространством. Он бесконечен. Книга Откровения, 21 глава, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнес». Книга Открытым оком, Христос. Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 902, том 3. «Что значит выражение «войти в покой его»?» Отвечает Игнать Тихонович Ларкин. Псалом 94, 11 стих. «И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Псалом 114, 7 стих. «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Послание к евреям, 3 глава, 11 стих. «Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Послание к евреям, 3 глава, 18 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против ни покорны». Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Послание к евреям, 4 глава, 3 стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Евреям, 4, 5. «И еще здесь не войдут в покой мой». Евреям, 4, 11. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Этот покой – свобода от грехов, радостная жизнь в Духе Святом во Христе Иисусе, и он даруется при уверовании во Христа. «И в этот покой каждый может войти, когда услышит голос Божий и откликнется на него и сделается чадом Божиим». Блудный сын нашел полный покой в объятиях отца, простившего его. «Через всю жизнь, из-за года в год в тоске, в нужде, в разлуке, нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. И нас держали в первый миг после рождения муки руками матерей земных невидимые руки. Они заботились о нас, несли, вели, держали. Мы их присутствие не раз реально ощущали. Они ласкали нас порой, порой обичевали, вели с врагом в неравный бой, встречали, провожали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли. О, как мы плакали тогда, как их найти желали. Но в час, когда иссякнет путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом перенесут невидимые руки. В объятия примет нас Отец для жизни без разлуки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Вера Кушнир. Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 903, том 3. «Есть ли на земле вещественные доказательства пребывания Христа?» Включает Игнать Тихонович Лапкин. «Есть, и вы можете это увидеть сейчас же, не выходя из этой аудитории». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь есть много членов нашей крестовозвиженской общины. Поговорите с любым из них. Они воскресли из мертвых согласно неложного обещания Иисуса Христа, и они вошли в церковь, в которую две тысячи лет дьявол не может уничтожить, и даже коммунистический, сатанинский, тоталитарный режим обломал зубы, как саблезубый тигр, и сам сдох, а невеста Христова жива». Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 904. «Как связано по смыслу значение имен Эммануил и Иисус в Господе?» Отвечает Игнать Тихонич Лапкин. «Слово «Господь» означает «господин», «владетель», и для нас он есть Бог. Книга «Второзаконие», 4 глава, 35 стих. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и нет еще кроме Его». Но в Новом Завете Бог открывается еще с одним неведомым именем, как Отец, и Любовь, Отче наш. 1 Иоанна 4, 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь». Если эти два слова поставим вверху, а все остальные имена и названия Господа поставим внизу, то увидим, что верхнее слово вбирает в себя все остальные 500 его имен. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. «Все дева во всеми приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Слово же Иисус в переводе с еврейского означает «спаситель». «Сын Божий не мог стать спасителем и не мог бы нас искупить, если бы не принял на себя наши плоти кровь, дабы быть распитым за наши грехи». Послание евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оны, дабы смертью лишить державы силы, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». И вот на этом стихе эти два имени переплетаются. «Он воплотился по любви, и Он есть не просто Бог, но воспринявший наш начаток, то есть плоть, ставший Иммануилом, Богом, живущим с нами, ставший спасителем, то есть Иисусом». Нигаварух, 3 глава, 38 стих. «После того Он явился на земле и обращался между людьми». Ремнями сандалии стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой, затерянной в поле тропинке, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали? Кого эти ноги сверх силы посили, по тропам земным днем и ночью носили? По пыльным, сухим, каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отертые прощенные жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке их многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним преподал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко над землей висело к кресту пригвожденное чистое тело, для тех, кто любили, для очень немногих на уровне глаз были эти вот ноги, проназенные ноги, спасителя ноги, уже не в сандалиях, уже не в дороге, они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. И если ты грешник и ищешь прощения, поди к тем ногам и получишь спасение. и новую жизнь, и второе рождение, оттуда от них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнем блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди и место найдешь у него на груди Вера Кушнир Книга Открытым оком тема Христос есть Бог истинный человек вопрос 905 том 3 1 послание к Коринфянам 1 глава 25 стих Потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков Как это понимать? Отвечает Игнает Тихонович Лапкин Вначале о видимом мире Мире предметов вещей и явлений Хотя здесь апостол Павел и говорит немудрое Божие в действительности это всего лишь слова приспособленные к нашим неверным понятиям У Бога все прекрасно и страшно премудро как в растительном так и в животном мире Еще до изобретения компьютеров такого малого формата когда работали на электронных лампах писали что 10 нервных клеток человеческого организма едва ли видимые в простой микроскоп выполняют ту же работу которую может выполнить электронная машина величиной с 4-х этажное здание В любой клеточке любого живого организма потребляющего пищу происходит вихреобразный обмен веществ по сложности своей тысячекратно превышающей любое химическое предприятие а мы в этом чуде живем плывем привыкли и почти ничего не замечаем и самое незначительное открытие таинственных законов Божьих при открытии краешков таинственной завесы сокровенного приводят в восторг ученых мужей и они отмечают в кавычках наглеца нобельской премии что проще смерти но вот господь своей смертью столь обыденной по мнению даже групп бухаримских воинов спасает самых погибших падших и разращенных и делает их из волков агнцами люди придумывают различные способы исправления нравов над этим работают великие умы гуманистов заботятся о продлении сроков жизни хотя бы на один день и вдруг смерть Христа что проще незначительной смерти в ней нет никакой мудрости но смертью своею он попирает смерть и воскрешает сотлевших во грехах первое послание коринфянам 1 глава 25 стих потому что немудрое божие премудрее человеков и немощное божие сильнее человеков небольшой перерыв пару минут 2 минуты первые привет привет 2 минуты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На нимбе Христа пишут три буквы. Что они означают? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это означает сущий, то есть Иегова. Произносится ООН по-русски. Русские люди придумывают переводить это так. Он Отец наш. Этим показывает, что Он, Откровение 1.8, Альфа и Омега, Начало и Конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. Он вечен и безначален. Всегда существует. На нимбе у святых и у Божьей Матери никогда и ничего не пишется. Постоянное, неизменное состояние только у Бога. Это и подчеркивается на самом нимбе, означающем святость. Иногда на иконах рисуют святителей, строивших храмы с храмом в руках, мучеников с крестами в руках или с чашей. Но внутри образа на груди изображается только Христос, как на иконах Божьей Матери. Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 964, том 3. Гонителя Саула, шедшего в Дамаск, встретил Христос и он говорит «Кто ты, Господи?» Если он сказал «Господи, разве это не было ответом, что пред Ним Христос?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга «Деяния», 9 глава, 5 стих. Он сказал «Кто ты, Господи?» Господь же сказал «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». В русском переводе слово «Господь» переводчики иногда ставили как «Господин», а иногда оставляли «Господь», помогая нам сразу же разобраться, о ком идет речь. Но в оригинале всегда стоит слово «Господин» в смысле «Владыка». И Саул спрашивает сильнейшего себя «Я признаю твою победу, ты, Господин, надо мною, скажи твое имя». Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 965. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 33 по 34 стихи. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду». Совершенно непонятно, о чем здесь сказано, разъясните. Встречает Игнат Тихонович Лапкин. Речь идет о вечерах любви, о гапах, не о причастии. Все еще было в начальной стадии. В церкви хотелось во всем подчеркнуть свое единство, как в коммуне. Едим вместе, живем вместе, как в городе солнце у Кампанеллы. Но это не пошло. Сразу же появились любимчики. Кому-то лакомый кусок, кто-то ближе к раздаточному бачку. Богатые христиане приходили со своими слугами, занимали определенную часть зала и трапезничали. А кто-то, задержавшись, дома опаздывал, думая хорошо отужинать в общем собрании. Но пришедшие раньше уже подмели и крошки, а подошедшие к шапочному разбору были недовольны, и начался ропот. Эти агапы вскоре кончились. Деяния 6 глава 1 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 968, том 3. Евангелие от Луки 23 глава 43 стих. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». «Ныне означает сегодня, но Христос после смерти телесной до своего воскресения три дня был в аду, а как же разбойник?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Христос есть истинный Бог и истинный человек, истинный Бога-человек. Это означает, что Он бесконечен, безначален и не имеет причины. Он равен Отцу как Бог, а как человек Он имеет тело, ограниченное местом пребывания. И этим телом Он был погребен Иосифом и Никодимом. Человек состоит из тела и из души. И Христос, как человек, рожденный Деву Мария, состоял из тела и из души. В эти три дня после казни тело Его охраняли воины. Его человеческая душа, ограниченная пространством, местом пребывания, находилась в преисподних местах земли. А по Божеству в это время Он находился и в гробнице, и в преисподней, и в раю, и всюду. Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. «Ныне же будешь со Мною в раю, со Мною по Божеству, сегодня же в эту пятницу». Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 1031, том 3. «В воскресшем теле Христа есть ли кровообращение, и что стало с ранами Христа?», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Сначала рассмотрим, какими должны быть верующие, спасенные, достигшие Царствия Небесного. Будет ли у них кровь?» 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». 1 Иоанна 3, 2 «Возлюбленные, мы теперь дети Божие, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». «Послание филиппийцам, 3 глава, 12 стих. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус». 1 Коринфянам, 2 глава, 13 стих. «Что и возвещает не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Евангелие от Матфея, 22-30. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Евангелие от Луки, 20 глава, 36 стих. «И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». Согласно даже этих, только немногих мест священного Писания, делаем запрещение, что кровообращения в Царстве Небесном нет ни у кого, но раны у Христа остались явными, разыримыми. Книга про Казахарии, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронизили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единственном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Евангелие от Иоанна, 19, 37. Также и в другом месте Писание говорит «Воззрят на того, которого пронизили». «Был Голиаф, убит в сражении Давида, Израиль ликовал и юношу хвалил, а царь позвал его к себе с серьезным видом. «Кто твой отец?» Давида он спросил. «Отец, глава семьи, должен быть примерным, отца достойного, на небе ждет венец. Да, матери любовь бесценна и безмерна, и мать нам всем нужна, но нужен и отец». «Кто твой отец?» Вопрос звучит поныне. Творим ли мы добро или сеем лошадь зло? Коли сын добр, отец восхвален в сыне. Коли зов, хулык ли ему и на отца легло? Мир скор на суд и медленно хваленье. Засло детей винит отца всегда. Мы дети Бога. Мы его творения. Да не забудем это никогда. Вы миру свет, сказал Христос однажды. Да светит свет ваш всюду для людей. Чтобы, видя свет тот, ощутили жажду. Хвалить отца отцов, любить царя царей. Вера Кушнир. Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 1201, том 4. «Вы чаще употребляете Господь, чем Бог. Есть ли существенное различие?» Отвечает Игнать Николаевич Лапкин. «Господь» по-еврейски «Адонай» это слово часто встречается в Библии и соответствует еврейскому «Егова» «Вечный, сущий» и «Адон» «Господин». Книга «Бытие», 18 глава, 3 стих, 39 глава, 2 стих. Книга «Исход», 4 глава, 10 стих. Давайте откроем. И сказал «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Книга «Бытие», 39 глава, 2 стих. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Книга «Исход», 4 глава, 10 стих. «И сказал Моисею Господу, «О Господи, человек я речистый, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжко говорю и костноязычен». Этому слову в греческом тексте Нового Завета соответствует Кириос, которое относится как к Отцу, так и к Сыну. Евангелие от Ана 20, 28. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Деяние 10, 36. «Он послался нам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Книга Откровений, 1 глава, 8 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Книга Откровений, 19 глава, 6 по 16 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Седержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облезться весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел, «Напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца!» И сказал мне, «Сиди суть истинные слова Божии!» «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, «Смотри, не делай сего! Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова!» «Богу поклонись!» «Ибо свидетельство Иисусова есть и дух пророчества!» «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует!» «Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим, Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого!» «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божие!» «И воинство небесное следовало ли за Ним на конях белых облеченный весом белый и чистый!» «Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы!» «Он пасет их жезлом железным!» «Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя!» «На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующий!» Слово «Бог» употребляется во всех религиях и даже безбожниками. Слово же «Господь» свойственно было Израилю. Это слово более конкретно указывало на единого Бога Иегову. «Бог» во всех книгах Ветхого Завета мы находим два главных названия божественной сущности «Элохим» и «Иегова». «Элохим» есть множественное число от «Эль» или «Элуах» по-арабски «Аллах». Под этим именем Бог открывается патриархом. В книге «Бытие» 17 глава 1 стих Авраам был 99 лет и Господь явился Аврааму и сказал ему «Я Бог Всемогущий ходи предо Мною и будь непорочен». Книга «Бытие» 28 глава 3 стих «Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов». Эль Шадай Бог Всемогущий Это одно и то же Его побивали камнями в опрах Его на кресте распинали Гноили в темницах И жгли на кострах И львам на съеденье давали Но в тайные щели Как луч золотой Как воздух Она проникала Ей дана великое имя Любовь Она Ко Христу нас призвала То пошлость То глупость Людская стеной Повсюду ей путь преграждала Но в тайные щели Как луч золотой Как воздух Она проникала Из мрака неволи Из пепла костров Сильна И прекрасно вставала И ржавые цепи Срывала с рабов От тяжкого сна Пробуждала И путь на Голгофу Во мраке мирском Она пред людьми Озаряла И в сердце Холодном Порочном Людском Счастливую Жизнь Создавала За правду Святую Нетленный Венец В подвалах Дворцах Предлагала И раны Разбитых И сирых Сердец Дыханием Своим Врачевала В молитвах Глубоких И в чистых Сердцах За мир Она грешной Рыдала И в селах И в градах В ущельях В стенах Людей Ко Христу Призывала О, если б на миг Ты оставила Нас Холодных Жестоких Призренных Исчезла бы Радость И свет Бы погас В сердцах Наших Злых И надменных Исчезла бы Книга Открытым Оком Тема Христос Есть Бог И Истинный Человек Вопрос 1202 Том 4 Если Бог Есть То Почему Он Не Исполняет Наши Просьбы Отвечает Игнать Тихонич Лапкин А Почему Он Должен Их Исполнять Он И так Дал Нам Все Необходим Для Жизни А далее Мы Должны Решить Как Этим Распорядиться Что Нам Об Этом Говорит Библия Послание Иакова 4 Глава 3 Стих Просите Просите И не Получаете Потому Что Просите Не На Добро А Чтобы Употребить Для Ваших Вожделений Евангелие От Матфея 6 Глава 8 Стих Не Уподобляйтесь Им Ибо Знает Отец Вас Ваш В чем Вы Имеете Нужду Прежде Вашего Прошения У Него Послание К Римлянам 8 Глава 26 Стих Также И Дух Подкрепляет Нас В немощах Наших Ибо Мы Не Знаем О чем Молиться Как Должно Но Сам Дух Ходотайствует За нас Воздыханиями Неизреченными Послание К Римлянам 8 Глава 28 Стих Притом Знаем Что Любящим Бога Призванным По Его Изволению Все Содействует Ко Благу Евреям Послание 2 Глава 4 Стих При Засвидетельствовании От Бога Знамениями И Чудесами И Различными Силами И Раздаянием Духа Святаго По Его Воле Евангелие Луки Благодаря И Благодарить Народ Когда Великий Вождь Спасенья Свой Светоч Над землей Зажжет И Он Пришел Христос Спаситель Он Жил С людьми Он Их Учил И Что Божественный Учитель Людьми Слепыми Распят Был 1878 Год Национ Пару минут Перерыв Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует А ты на второй этаж не хочешь перейдеть? Надо найти доску еще где-нибудь. Найди. Где он это? Ну, насколько больше меня? Раз. Ну, раз. Все. Почти на полгода. Субтитры сделал DimaTorzok. Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Том 5. Вопрос 1203. Вы говорили, что называть Богородицу Христородицей считаете более точным. Но святые отцы особо подчеркивали, что Богородица родила именно Бога, Бога человека плотью, а не потом Бог нравственно соединился с человеком, как учил на истории. Святой Григорий Богослов даже говорил, кто не исповедует Марию Богородицей, тот отлучен от Божества. Что вы на это скажете? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. «Я исповедую во всех молитвах Преснодеву Марии, Матерь Христа, Бога нашего, как Богородицу. И это исповедание подтверждаю ежедневным чтением утренних и вечерних молитв, и никогда нигде я ее не называю Христородицей, потому что я нахожусь в православной церкви. Но у меня есть свое мнение, а мнение это не носовой плато. Оно внутри человека и согласно Слову Божию может утверждаться или истребляться. Посмотрите по Библии, что включает в себя Слово Бог. Безначален, всемогущ, всезнающ и прочее. В Библии насчитывается около 500 имен Божьих. Только в одном псалме какие названия ему находит псалмопевец. 2 Царств 22 глава 3 стих. «Бог мой, скала моя, я на него уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждения моего и убежища моего, спаситель мой от бед ты избавил меня». Псалом 143.2. «Милость моя и ограждение моего, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Все Божьи свойства, указанные выше и остальные, присущие Богу безначально и бесконечно. Все люди, которые что-либо от этого имеют в себе, какими бы они ни были подвижниками и святыми, получили от Него, как от самосущественной доброты и благости, самосущественной любви и святости и тому подобное. «Бог ниоткуда и ниоткого этого не получает, и поэтому все эти качества, свойства никто не может ни родить, ни создать. Они могут только происходить, как производные от Него, от Иеговы, сущего безначального начала». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Римлянам, 11, 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Евреям, 1 глава, с 1 по 6 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший Иезрели отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил, Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собою очищение грехов наших, Воссел о лесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Божья Матерь, присно Дева Мария из Калина Иудина, из рода Давидова, является созданием по благости всемогущего удостоившаяся быть Матерью Иисуса, Спасителя мира. Через нее Бог, Сын Божий, воплотился, родился как человек. Родился не Бог, а явился во плоти. Всякое другое понимание есть ересь. 1 Тимофея 3.16 «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Она родила человека, в котором божество, вторая ипостась Троицы. Она родила Иисуса, известного как Иисус Христос. Святые отцы потратили три столетия на то, чтобы утвердить учение о Святой Троице и слово единосущее. Вся трудность заключалась в выражении, ибо слабая человеческая мысль имеет еще меньше, чтобы выразить то, что уже доходит до понимания. Но как выразить словами то, что невместимо в человеческое понимание? Сам символ веры многократно менялся и существует множество его вариантов. И это все говорит о немощи человеческой природы, когда мы пытаемся богословствовать о непостижимом. Бог показывает себя только со спины, заднюю часть, а люди, сами не будучи участниками этого явления, пытаются четко изобразить лицо. Задача их изначально невыполнима. Книга Исход, 33 глава, 23 стих. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Третий отцарс, 19-12. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь. Книга Иова, 4 глава, 16 стих. Он стал, но я не распознал виды его, только облик был пред глазами моими, тихое венье, и я слышу голос. Мое личное мнение, согласно Слову Божию, и это мнение я никому не навязываю и не проповедую. Но меня спросили, и я отвечаю. Человек может жить в определенных условиях всю жизнь. В одних и тех же. Одеваться, в определенную одежду, питаться определенной пищей. Он может прожить жизнь вполне пристойно, всем довольный, и ничего не изменять в том, что было на нем и вокруг него. Но если его спросят, считает ли он все окружающее наилучшим, то человек может выразить свое мнение по всем вопросам и показать, и даже доказать, что если было бы по-другому, то это было бы вернее и лучше. Мы привыкли постоянно повторять. Дева Мария. Но слова женщина Мария и жена Мария режут наш слух. Эти слова совсем не отнимают от нее ее приснодевство. Галатам 4.4 Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Весь Новый Завет нигде ни одним словом не обмолвался о величии Богородицы. В Англии от Иоанна 19.26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, Жено, си сын твой. Жено, значит, женщина. И это самое свидетельствует, что сей вопрос не главный в деле спасения. Святые отцы по многим вопросам разнились друг с другом и даже в вопросе исхождения Духа Святого понимали близко к тому, как понимают католики. Я видел во сне, как враги бичевали Христа, свистели бичи, умирала во тьме красота. По телу страдальца кровавые струи текли, а женщины слабые плакали тихо вдали. О, как был унижен, о, как был изъязвлен Христос, кто миру спасения, любовь и надежду принес. Из тела святого куски вырывали бичи, глумились над Богом безумцы, слепцы-палачи. Вот воин рукою взмахнул над Христом, что из сил не вытерпел я, и его в содрога не схватил. «Чего ты хватаешь?» — он крикнул бесстыдно грубя. И вдруг обернулся, и сразу узнал я себя. «Глаза и лицо — все мое, неужели это я?» И острая плеть для бичей, для бичей, неужели моя? В холодном поту я проснулся, вокруг темнота. Так значит, я жизнью своею терзаю Христа. «Любите друг друга, ведь это Христовы слова, но лишь суетою забита моя голова. Терпением спасайтесь, но я не умею терпеть. И резкость моя, как ременная жигучая плеть. И нежность, и кротость — вот признак хороших людей. А я очень часто не лучше, чем гнусный злодей. Не нужно быть, мне нужно быть агнцем, А я, как рыкающий лев, В душе очерствелой не дал урожая посев. Как в зеркале верном увидел себя я во сне. О, Господи, что же для радости надобно мне? И Бог мне ответил, Безмерна моя благодать, Чтоб праведным быть, Надо слово мое соблюдать. 1965 год. Родион Михайлович Березов. Как ни странно, благотворная перемена в жизни литературной деятельности писателя Р.М. Березова, Когда он 15 лет назад искренне обратился ко Христу, Подверглась яростной критике многих соотечественников в эмиграции. Некоторые из них по нерасположению и зависти к нему пытались умолить бесспорный поэтический талант. Другие приписывали его евангельскому творчеству коростолюбивые мотивы и чистолюбие, В своих обвинениях не гнушаясь клеветой и даже доносами. Но к чистому грязь не пристает. Этот сборник стихотворений «Все новое» страница 124 выходит в Канаде. Каждый год из паевого пера появлялись внушительных размеров книги, Основанные на богатой библейской тематике. В изысканной стихотворной форме певец истины передал все евангельские повествования в произведении «Окно и Евангелие». Так, ну что, братья, прервемся пока. Спаси Христос за внимание. К Богу. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. 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 Спаси Христос.